Привет! Сегодня я хочу вам рассказать о коммунальных услугах в многоквартирных домах в Англии, кто эти услуги предоставляет и как это все выглядит. В Англии существует один платеж мэрии, сюда входит уборка мусора и налог к городу, который идет за уходом за городом. За многоквартирными домами здесь обычно присматривают компании по коммунальным услугам. Таких компаний много здесь и они между собой конкурируют. Я взял для примера вот простой многоквартирный дом, трехэтажный, без лифта, в городе Воркинг, 80 тысяч населения. Годовой платеж за коммунальные услуги, за присмотр дома, я думаю, здесь где-то 1200 фунтов в год. Примерно здесь везде это одинаково. Значит, коммунальная компания, когда подписывают контракты, таких компаний много, они между собой, как я говорил, уже конкурируют, то в обязанности этой компании входит присмотр за деревьями, пострижка газонов, вот починка этого заборчика, допустим, уже тротуар, дорога, и, допустим, уже парк, это уже присматривает мэрия. А за самим домом эта фирма. В эту стоимость входит присмотр за фасадом дома, за его ремонтом. Допустим, несколько лет назад сорвал вот эту вот белую штучку ветром. Так это починение в течение трех дней. Вообще, кто жил в Англии, на побережье знает, что мэри поппинс это вообще вовсе не сказка. Здесь такие порывы ветра, что улететь на зонтики, это совсем реальное дело. Вот так это выглядит все снаружи. Я посмотрел в интернете, этому дому 50 лет. Вот здесь второй дворик, два этих здания, это комплекс, один и тот же комплекс. То есть, и присматривает его одна и та же фирма. Здесь парковка. За парковкой, значит, и за тротуаром смотрит мэрия. А уже вот что за этим заборчиком это смотрит, это фирма. Также хочу сказать, что, значит, в эти 1200 в год входит страховка здания. И где-то 15-20% откладывается специальный фонд для более серьезных ремонтов. Вот газончики. В этом домике находятся мусорные баки. Мусор вывозит мэрия, как я говорил. А вот за самым домиком уже присматривает эта фирма. Сейчас мы зайдем в подъезд. Посмотрим, как в подъезде. Домофон нет, дверь не закрывается. Вот так вот в подъезде. Значит, моют подъезды каждую неделю. Когда приходит человек, который убирает подъезды, он имеет блокнот и записывает, что в подъезде не так. Поцарапано что-то или где-то дорисовано. Тогда уже приезжают работники и устраняет от управления. Также каждые три месяца приезжает уже представитель фирмы и записывает, что вдруг тот, кто убирает подъезды, пропустил, чтобы это исправить. Вот этот третий этаж. Например, если кому-то из этих жильцов, этому или этому, сберет в голову здесь поставить какую-нибудь тумбу, то сначала предоставитель фирмы узнает, чья это тумба, а потом, значит, дадут срок, чтобы убрать. Если тумба отсюда не будет, допустим, убрана, такая, которая здесь будет стоять, то ее вывезут и предъявят хозяинам тумбу счет уже отдельно. У меня, я тоже живу на третьем этаже из трех, и у меня один раз потекла крыша. Так я позвонил, мы позвонили в 10 утра такой компании, которая нас коммунальные услуги предоставляет. В час дня уже приехали строители, в 4 уже все было исправлено. То есть от звонка до исправления проблемы прошло 6 часов. Это было лично в моей практике. Также об обязанности этой фирмы по предоставлению коммунальных услуг входит мытье окон. Это моет примерно каждый раз в две недели. Ну и присмотр за зданием, как я уже говорил. Этих фирм много, и они между собой конкурируют. И каждый год, когда собираются жильцы, можно эту фирму при желании поменять. Каждый год жильцам приходит такой, значит, список, где написано, сколько денег на что было потрачено. Если вы вдруг решили поменять компанию, там они нецелесообразно используют средства или так далее, то фонд, который идет на более серьезные ремонты, переходит в другой компании. Он не трогается. Как вам такая практика и что об этом думаете, пишите в комментариях. До встречи!